так начал запись 17 января 2023 года и мы с вами в гостях у пианиста почему пианист потому что у этого всякая профессия пианист это его сад а кстати надо проверить идет ли запись ага запись идет дело в чем значит это одно из моих открытий я к нему имею самые прямые отношения вот самые прямые к нему имеют отношения еще два человека обоих я считаю выдающимися это Бонтер Борисович вот царство ему небесное и перепев Владимир Викторович слава Богу его здоров а вот оба являются основателями одним из основателей Саногорского феномена приложил сюда руку и наш пианист я не называю имя, фамилия, отчество я не называю адреса ему только не хватало чтобы его сад посещали желанные гости и нежеланные тем более я помню как горько было Боднеру который специализировался прежде всего на черешнях а также уникальных абрикосах сливах вишнях и так далее и вот как его сад грабили в прямом смысле покапали саженцы поэтому для нас пианист останется просто пианистом вот и при этом я еще добавлю что у него грабить нечего он саженцы не выращивает и все равно кроме двух человек из таких садоводов публичных меня и аспиратки садовского университета Савинич сейчас мы ее найдем вот она Савинич Ирина Александровна моей ученицы вот дорогу туда никто не знает то есть слава Богу откуда взялась эта версия еще раз вернуться уже более обстоятельно в его сад дело в том что коротко кусочками фрагментиками я рассказывал вот один из фрагментов а смысл все таки по большому счету и так вы знаете что комментарии бывают разные восхищенные пару злобных вот потому что сама мысль невыносимо что у кого-то такие чудеса скорее всего зависть а еще есть такое а вот вы продаете косточки косточки пианиста в том числе из его сада сейчас найдем подходящий такой яркий такой а вот посмотрите это выдающийся сорт 116 грамм да выдающийся вот и что получается есть несколько причин по которым я решил выделить как бы в отдельных сортообразцы с чем это связано и так у пианиста есть два у него всего 5 абрикосов всего 5 но каких два из них от меня это королевский и академик и плоды имеют предельную предельную это самую размеры с чем это связано я сторонник телегонии то есть если в этом саду растут клебей помните кто в моем саду есть манджурские абрикосы вот там средний вес 15-20 грамм вот редко 30 вот и их потомки и уже гибридные и тут же средние потом это 30 граммовые амоль 40 граммовые артемы 50 граммовые серафимы 60 граммовые бай и так далее плодоста 20 граммовые вот то потом что у них непредсказуемые и вот почему я выделил именно вот эти самые баночки с этим нету так вот тем не менее менее сложно зайти это вот допустим эти банки да вот так вот я занимаюсь продажей страниц касса еще как положено в прошлом воде подошла сейчас едва лицевать абрикосы рано ну и соответственно я буду рассказывать еще о пианисте на своем очередном вебинаре видите лекция 218 это вебинар пятый год идет бесконечный тогда мы с вами возвращаемся в сад пианиста и так что я хотел подчеркнуть что здесь нет плебе все пять крупноплотных вот два безымянных один он называет ранним вот сожалению не все фотографии смог найти у меня уже были глаза у меня огромный архив вот и что получается один из комментариев прозвучал так вот таким вот образом константинович вы продаете косточки пианиста про пианистов многие знают но я хочу чтобы вы дали характеристику каждому сорту здрасте вот тут я каких-то вещах да впереди планеты всей и многие знают и многие это признают но тут-то сколько в этих плодах сейчас подберу какой-нибудь это где-то поярче ну ладно пусть будет это пускай это вот сколько в них сахара не знаю сколько в них как мало не знаю сколько в них витамина c не знаю все они вкуснейшие но вот в этом допустим он твердый поздний филиппе он твердый вот его вот так вот разламываешь вот так именно разламывать а мои допустим тоже королевские его не разломаешь он мягкий в нем сахара явно больше но сколько и как я дам характеристику и тогда я все перевожу в шутку в который раз ребята у меня есть несколько показателей по самому по вкусу первое значит кисло сладкий второе сладко кисло третье сладкий четвертый ну догадайтесь слаще поцелуя человек устроит такой ответ вряд ли а что я могу сделать я вот ему пролистал вот это все да вот это все сегодня мы очередших говорить не будем вот видите и шестое дерево это его сиренец лично взял косточку какого то то ли академика то ли королевского то ли позднего филиппе его закопал получил вот это чудо сам лично ну как я могу ответить я просто в отчаянии взял этот вот и этот сладкий пусть сиренец а почему да он не выдержал хотя здесь все крупноплодные все качественные а потомок оказался три раза мельче да сладкий но три раза мельче почему так получилось а почему вот эти именно сеянцы и вот эти они редко-редко повторяют материнское качество а сад то уникален а свинья косточки просят и вон они лежат в холодильнике вот я и придумал смотрите у меня есть королевский Железов теперь будет королевский пианиста у меня есть королевский академик Железова будет этот самый академик пианиста причем а его даже чуть крупнее моих почему плебеев нет в телегоне заниматься не с кем извините за выражение половины не брать половинами связи заниматься не с кем вот и что получается как я отвечу на вопрос давайте так южные регионы вот наверное учитывая что у меня много плебеев я бы сказал южная половина России пускай у меня выписывает королевский пианиста академик пианиста все таки это Сибирь а в Сибири всегда все вместе вырастает вот опять пианиста сейчас какой-то найдем вот значит и этот поздний Филиппе у пианиста у них в генах нету плебеев ну то есть есть бабушки дедушки возможно есть но где-то там века назад это для южной половины России а для северной половины что важнее какой фактор еще кроме вот этого крупности подавать да подавай крупность подавай сахаристость все правильно морозостойкость а кто даст плебей даст манджурский абрикос даст сыновья манджурского абрикоса Амур и Артема дадут при этом с этими конечно и даже Амур и Артем выглядят плебеем они в два раза мельче вот поскрайней будут зато мороз держать будут поняли да я на вопрос ответить не смог характеристики дать не смог кисло-сладкий сладкий кислый сладкий и слаще поцелуя выбирайте глядя на это можно сказать что это не плебеи можно сказать а последнее это чудо ну еще раз говорю про чаще в другой раз так как получилось что я черт на червячих я выходец украины я это свое детство провел на червячих деревьях сидел и ел сидел и ел сидел и ел ел и сидел вот вот любуйтесь 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 и на полюбуйтесь на самого пианиста 85 лет вот и уникальный человек уже хотя бы подумал что сенисто довел до плотношения получил прекрасный сортообразец вот червячих ну не могу удержаться ну не могу я удержаться ну что ты будешь делать вот она это червячих которое он привил вот одна фотография вот вторая посмотрите видите вот этот лес растет внизу это все корневая отводки от вишни степной он привил на степную вишню теперь это надо бы продолжать я говорю Александр не забывай адрес потому что надо было бы все это приносить в институт все вот эти вот по двое морозостойкой степной вишни и собрать все плоды у меня банка стоит только никто не покупает я говорю специально для привык на степной вишни так вот и третий еще черенки и продолжать несколько поколений и тогда степная вишня полностью сродиться с черешней а он взял первый шаг он сделал а продолжать должна наука вот это имейте ввиду вот и пожалуй на сегодня и все вот эта сладкая парочка вот видите посмотрите какие плоды вот граммовые абрикосы вот это абрикос королевский а этот самый позе филиппо вы видели они еще позже прозревает обратите внимание на дату 4 августа так и еще это 4 августа 4 августа нет другой стороны надо было ещё не спелые Ещё не спелая Ещё не спелая Ещё не спелая Опять пролиснул Да что это такое Когда торпишь Так и получается То было 4 августа Так, эта фотография сделана 13 августа Это уже Подходит позе Филиппева Вот он Вот он, 11 августа Позе Филиппева Ага, вот Видите, он ещё не спел, он ещё не думал падать Всё, ребята, что получается Получается, что На вопрос я ответил, как мог Выкрутился Всё-таки 4 характеристики дал Кисло-сладкий, сладко-кислый Сладкий и сладкий поцелуй Значит Если так разбираться То королевский сладкий Вот, значит Нет, сладкий поцелуй Академик Просто сладкий Значит, сладко-кислый Позе Филиппева Но у него свои достоинства Позже цветёт Позже согревает Меньше попадает под заморозки Так И Всегда, когда вы видите Вот это вот чудо, да Это чудо Имейте в виду, ребята Что Он Транспортабелен Ещё одно качество Ну я не знаю Тот товарищ удовлетворил Или не удовлетворил Который потребовал От меня характеристики На этом всё, друзья Косточки Продаю Вот И Бренд будет такой Абрикос Позе Филиппева Королевские Нет, не так Всё Не буду на себя брать Позе Филиппева Пианиста Королевский Пианиста Академик Пианиста Ещё два сорта Чуть-чуть, поверьте Вот Но они безымянные Но ещё раз говорю Они не имеют В супругах Любея На этом Позвольте откланяться Вот И Бывайте здоровы Здоровейте мы До свидания